Небольшой рост зарплат в 3% ожидает бюджетников. Повезет не всем. Среди счастливчиков – военнослужащие, росгвардейцы, полицейские, пожарные, таможенники, сотрудники органов исполнительной власти и судей. Большую часть социальных выплат с октября переведут на карту МИР. Тех, кто до сих пор не пожелал перейти на МИР добровольно, будут принуждать. На ваших экранах категории жителей, кому выплаты планируют перечислять в рамках национальной платежной системы. Послабления, связанные с пандемией, закончились, хотя сама пандемия, как это ни парадоксально, вновь набирает обороты. Итак, пособия по безработице больше не будут повышенными. Льготы на оплату ЖКХ автоматически не продлятся, этим нужно заниматься самому. Также придется действовать с получением пенсии и пособий по инвалидности. Автоматическое их продление в прошлом. С этого дня, чтобы получить выплаты при рождении и усыновлении детей, нужно снова подавать заявление. И в завершении новость для автомобилистов. Ранее без техосмотра тоже из-за пандемии можно было получить ОСАГО. Но с 1 октября процедура техосмотра вновь стала обязательной. Татьяна Голубева, День с толком.